многие трейдеры мечтают найти идеальную точку входа но ошибочно думают что идеальная значит дающая гарантированную прибыль на самом деле идеальная означает позволяет открыть сделку с минимальным риском смотрите это видео и в вашем арсенале появится новое эффективное оружие дающее преимущество в рыночной битве добрый день с вами адмиралз меня зовут лимбитов в первой части разберем три главных признака идеальной точки входа и выясним как она формируется во второй части будет тест из 10 примеров он поможет лучше разобраться в материале после теста разберем три перспективных способов входа в сделку с использованием паттерна на канале адмиралз помимо моих видео есть уникальные живые уроки александра элдера если хотите первыми узнавать мнение легендарного трейдера о текущей рыночной ситуации подписывайтесь на youtube адмиралз и жмите на колокольчик также на канале много материалов по price action в открытом доступе это видео сделано на основе онлайн-вебинара но ролик запаздывает и не включает уникальных вопросов разбираемых на занятии поэтому кто хочет первым знакомиться с материалами присоединяйтесь к нам по ссылке в описании онлайн-встречи проходят каждые две недели по вечерам в четверг эту презентацию можно скачать по ссылке в описании из группы в контакте учимся зарабатывать на бирже без регистрации группе много материалов по трейдингу в свободном доступе никогда не используйте эту точку входа если она сформировалась в боковом движении при отсутствии тренда повторный тест уровня это самая привлекательная особенность паттерна потому что он подтверждает возможность войти в сделку с минимальным риском но об этом буквально через пару секунд пробой максимума завершающий штрих портрету фигуры но если цена не может преодолеть максимума это плохой признак так как скорее всего она останется в диапазоне дольше чем хотелось бы посмотрите пример после пробоя уровня цена откатывается к нему войти в сделку сразу на откате сложно потому что нет подтверждения тому что на уровне будет остановка но после второго теста подтверждение появляется сейчас объясню на чем эта уверенность строится что будет если рост цены столкнется с лимитным продавцом правильно если баланс сил на стороне продавца то цена начнет снижаться формируя максимум теперь представим себе что рост цены продолжился и она преодолела уровень будет ли по-прежнему на уровне находиться большой продавец конечно нет потому что все лимитные продавцы выдавлены вверх внизу лишь лимитные покупатели для того чтобы войти в лонг с минимальным риском нужно купить в зоне уровня так чтобы цена не пошла дальше вниз значит купить надо там где стоит заявка большого покупателя поначалу мои рассуждения могут показаться сложными но от понимания этого зависит сможете ли вы разбираться в причинах движения цены и определять место для прибыльного входа поэтому чтобы видео не потерялась поставьте ему лайк мы не маркетмейкеры поэтому увидеть плотность заявок не можем да это не обязательно воспользуемся принципом мячика если в тумане бросить мячик он отскочит значит там стенка поэтому если цена идет вниз и отскакивает значит там большой покупатель на этом принципе работает паттерн откат с консолидацией у меня о нем снят ролик ссылка на него будет в описании если цена только что протестировала уровень то скорее всего вернувшись к нему она вновь отскочит в этом и заключается идеальность этой точки входа мы с очень высокой вероятностью ожидаем повторного теста а значит можем открыть сделку с минимальным риском когда сформировался новый максимум можно сказать что паттерн подтвердился после того как пройдете тест и научитесь видеть паттерн покажу три отличных способа для входа в сделку для проработки темы надо научиться видеть на графике разные варианты формирования точки входа поэтому прямо сейчас переходим к тесту сегодня тестовое задание будет сложнее потому что в нем не будет заранее отмеченных уровней и вам нужно будет самим определить где проходит уровень и сказать как разместить лимитную заявку направление сделки тоже выбираете сами у меня к вам просьба по итогу теста напишите в комментариях как лучше сложный вариант без уровней или простой с уровнями вступление закончилось переходим к тесту посмотрите и скажите какую сделку в такой ситуации открыли и где выставили бы лимитную заявку на красный синий или фиолетовой линии тренд нисходящий поэтому открываем короткую сделку синим цветом отметил ближайший уровень на котором смог сформироваться паттерн пример 2 задача тоже определить где разместите лимитную заявку на синий фиолетовой или зеленой линии и какую сделку откройте покупку или продажу тенденция восходящая цена один раз протестировала уровень выставляем выше уровня buy limit на покупку рассчитывая на повторный тест третий пример пример несложный здесь нужно было увидеть уровень и оценить силу тренда вниз пример 4 цена несколько раз протестировала уровень на нисходящем тренде правильнее всего здесь открыть короткую сделку на повторном тесте пример 5 импульсное движение вверх после чего длительная консолидация пробой и откат к четко видному уровню ход лонг после первого теста подход данном случае был резким поэтому в такой ситуации правильнее войти в сделку по-другому но об этом расскажу после теста хотя как видите если бы верно отметили уровень ваш топ все равно бы не пострадал пример 6 в данном случае выставить лимитную продажу на синей линии не было бы ошибкой главное в такой ситуации не растеряться и повторно открыть продажу около сильного сопротивления отмеченного голубым если у вас регулярно возникают сложности с повторным входом и вы не знаете когда стоит входить а когда нет посмотрите мой вебинар когда можно повторно входить на откате ссылка на него будет в описании пример 7 сильное импульсное движение вниз в такой ситуации открывать на минимуме лонг грубая ошибка пример 8 в этом примере самым важным было определить уровень потому что пробой этого уровня открывал возможность для движения вверх пример 9 ослабление тренда вверх редко приводит к развороту поэтому вход в покупку в данном случае верное решение пример 10 сразу после того как разберем этот пример расскажу о трех способах входа в сделку на этом паттерне увидели где нужно было разместить лимит на продажу очень хорошо думаю что к десятому упражнению стали лучше видеть где формируется паттерн а значит каждое повторение помогает выработать навык видеть прибыльные точки входа и уровне на которых можно открывать сделки и пока тренируетесь вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео поэтому пожалуйста поставьте ему лайк а сейчас как обещал разберем три варианта входа в сделку первый вариант выставляем лимитную заявку сразу после первого теста уровня рассчитывая что второе касание не пробьет уровень можно ли войти менее агрессивно да можно но для этого надо дождаться подтверждение в виде небольшой проторговки на уровне после чего выставить лимит на покупку в этом случае вероятность пробоя уровня ниже к сожалению цена не всегда дает подтверждение в виде проторговки на уровне и мы возвращаемся к агрессивному входу верно нет неверно неверно потому что можно существенно улучшить агрессивный вход для этого нужно выставить стоп лимитную заявку за хай свечи протестировавший уровень если цена пойдет вниз вероятность того что нашу заявку зацепит не очень высокая зато когда рост продолжится сделка на покупку будет открыта хороший вариант но чтобы научиться так входить нужно посмотреть на тестовых примерах какой вариант и как стоит использовать и пока учитесь вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео поэтому поставьте ему лайк чтобы ролик не потерялся для входа на продажу при повторном подходе к уровню сопротивления выставляете сел стоп под минимумом свечи а когда движение продолжится сделка будет открыта стоп выставляем за уровень сопротивления если хотите чтобы риск был минимальным тогда лучше дождаться проторговки под уровнем и после этого выставить лимит на продажу стоп в таком случае будет минимальным а сейчас подведем итоги по тесту подходите к торговле ответственно трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала а доходность не гарантирована если набрали меньше пяти баллов тест не прошли от пяти до восьми средний результат лучше попробовать еще раз 9 и выше баллов отличный результат если понравился ролик ставьте лайк поделитесь им с друзьями напишите комментарий расскажите сколько баллов набрали в тесте с первого раза подписывайтесь на youtube адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем спасибо и до новых встреч